Если вы решили, что я сейчас расскажу вам, кто взорвал Северный поток-2, то это правильно, но я отвечу на вопрос «как?» и от ответа на вопрос «как?» зависит и ответ на вопрос «кто?» и «почему?» Северный поток-2 – версии, которые не звучат в официальных различных информационных блоках и о которых практически никто не упоминает, кроме доктора Сосновского. Множество версий всегда обычно вбрасываются для того, чтобы запутать человека. Знаете, как в разговоре Мефистофеля и Господа, когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу. К чему это я стихами? А к тому, что тот, кто задумывал эту гигантскую операцию, он уже заранее знал, какие будут плоды этого. Итак, сейчас нам все впаривают, не люблю этот сленг, но все-таки, сейчас нам все впаривают версию о том, что якобы немецкая генеральная прокуратура установила, что это были украинские диверсанты, и эти украинские диверсанты взорвали Северный поток-2. И все про это говорят, все без исключения. И зарубежные, и российские, и украинские средства информации, все только эту версию обмусоливают. На самом деле все было немножко по-другому, или точнее скажу, все было совсем по-другому. Но для начала, нет, для начала все-таки хочу спросить, успели ли вы уже подписаться на мой YouTube-канал и на мой Telegram-канал «Доктор Сосновский». Это важно, ну, важно для того, чтобы я мог продолжить свою работу. Итак, возвращаемся к тому, с чего мы начали. Я дам сейчас краткую хронологию с названием тех еще дополнительных факторов, которые вам либо не были известны, либо которые прошли мимо вашего внимания. Итак, следствие начинается. Будьте внимательны. 26 сентября 2022 года компания Nord Stream объявила, что на обеих сторонах газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2 произошло падение давления. Я хочу напомнить, что эти трубопроводы, вот именно в этом месте, проходят на глубине приблизительно 70 и 88 метров. И надо понимать, что это не простые какие-то трубопроводы, как мы думаем, которые расположены, ну, пусть у нас не в кухнях, но, скажем, проложены в доме. Вот я вам сейчас просто зачитаю, из чего состоят эти трубы, которые были взорваны в тот момент, в момент диверсии. Они изготовлены из специальной стали с частями меди, хрома, молибдена, марганца и других металлов. Их внутренний диаметр 1153 миллиметра, то есть больше метра. И толщина от 26,8 миллиметра до 41 миллиметра. Более того, все эти трубы сверху закрыты еще бетонной мантией. То есть взорвать, подорвать просто так эти трубы очень трудно. И надо понимать, что это требует специального снаряжения и применения специальных взрывчатых веществ. Итак, дорогие друзья, что мы с вами знаем? Мы знаем, что 26 сентября 2022 года произошло, ночью произошло два взрыва с разницей приблизительно в 6 часов. Два взрыва на нитках газопровода Северный поток-1 и Северный поток-2. А сейчас я вам назову хронологию некоторых событий, которые для вас, для многих из вас, наверное, будут непонятны, но потом мы пройдемся по каждому из них, и вы поймете, зачем я заплетаю вот это вот такое полотно этого следствия. Итак, идем по порядку, для того, чтобы было понятно. 15 июня 2022 года, то есть за несколько месяцев до диверсии на Северном потоке-2, идут учения Балтропс-22. Американский военный вертолет во время этих учений, учения, которые проходили приблизительно в этом же самом районе, американский военный вертолет с группой людей, а эти люди это были подводные минеры военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, тоже прибывают на учениях. Интересно. Задача их совершенно проста. Они должны искать мины. Они должны искать мины, которые были установлены во время учений. Они выходят в море на своем катере с таким, так называемым аппаратом МК-59. Этот аппарат разработан специально для глубоководных работ военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Об этом аппарате я еще сегодня расскажу. Но они выходят на своем этом аппарате не в том месте, где проходили учения, а в акватории будущей диверсии. И после того, как они были спущены под воду, они исчезли на целых 6 часов. Об этом очень подробно рассказывалось в материале нашего хорошего друга, аналитика, подполковника Ральфа Босхарда, который в свое время работал в генеральном штабе Швейцарии. Он специализируется на подобной аналитике. Он тщательно изучил все это. И вот оказалось, что эти минеры исчезли на 6 лет точно в том месте, где потом произошла диверсия. И перейдем дальше. Назову еще имя, которое вы точно, я уверен, не слышали до этого. 4 сентября, то есть за чуть больше, чем за месяц до взрывов, некий Петер Гриземан. Запомните эту фамилию. Это ключевая фамилия в расследовании диверсии на Северном потоке-2. Петер Гриземан – это глава фирмы, которая осуществляла и осуществляет до сих пор техническую инспекцию Северного потока-2. То есть это значит, что вот эти все нитки, которые проложены были оттуда и досюда, они фактически контролировались этой самой фирмой Петера Гриземана. Более того, они не просто контролировали, они еще имели возможность передавать очень часто в режиме реального времени свою информацию, в том числе и видеоинформацию в центральный штаб, назовем это так, фирмы Nord Stream AG, которая расположена в Швейцарии, в штате, ну не в штате, как мы говорим, в кантоне ЦУК, там находится штаб-квартира Nord Stream 2. Это значит, что в этой компании Nord Stream 2 в кантоне ЦУК постоянно в режиме реального времени можно было наблюдать, что же происходит на этих самых газопроводах. И Петер Гриземан возглавлял как раз эту фирму, которая этим самым занималась. Он 4 сентября на своем частном самолете Cessna вылетает с места своего отдыха где-то в Испании. Он хороший летчик, был, потому что он погиб. Он вылетает на своем самолете Cessna, вместе с ним летит его супруга, его дочь и друг дочери. Кстати, дочь его тоже была великолепной летчицей. Они летят на этом самолете Cessna и вдруг где-то между Испанией и Францией самолет Cessna перестает передавать какие-либо сигналы. И, в общем-то, Земля понимает, что самолет летит сам по себе. Самолет этот перехватывает, дальше длинная история, к ней еще вернусь. В конце концов, этот самолет пролетает фактически Испанию, Германию, потом оказывается фактически в районе Дании. Более того, он летит точно по маршруту нитки Северного потока-2. И где-то пролетая потом Польшу и оказавшись у берегов Прибалтики, одной из прибалтийских стран, самолет падает в воду. И Петер Гризимон погибает. Дальше. 6 сентября, то есть через два дня после гибели Петера Гризимона, яхта Андромеда, это самая пресловутая яхта Андромеды, которая стала теперь у нас чуть ли не подводной лодкой мирового значения, арендуется неизвестными людьми в городе Росток, это Германия. И по версии ФРГ на этой яхте находились как раз вот украинские диверсанты. 20 сентября это следующий пункт яхта, ну естественно яхта куда-то выплыла, двинулась. 20 сентября яхта покинула порт в Польше и на этом аренда этой яхты была завершена. Но теперь дальше еще момент, который вы конечно же не знаете, я в этом уверен. 26 сентября около двух часов ночи, внимание, около двух часов ночи, самолет-разведчик США КС-135, Посейдон так называемый, заправляется над территорией Польши. Ну есть такие возможности заправляться в воздухе. Заправляется на территории Польши и берет путь в обратную сторону через Балтику. И вот здесь интересное такое совпадение. Пролетая остров Борнхолен, напомню, это тот самый остров, подалеку от которого и произошла диверсия, он отключает свой транспордер и летит на высоте 2200 метров со скоростью 825 километров в час. Для того, чтобы вам было понятно, этот самолет- Посейдон это большой Боинг. Вот теперь представьте себе большой Боинг, самолет-разведчик Соединенных Штатов Америки, который летит на высоте чуть больше двух километров, ну, по полетным 2200 метров, это приблизительно 6500 футов, на высоте с кризисной скоростью 825 километров в час. Отключает транспордер, его никто ничего не видит, и дальше он улетает и якобы как бы исчезает. И уже потом, 26 сентября около двух часов ночи, после всех этих событий, которые я описал, происходит первый взрыв газопровода, а затем происходит второй взрыв газопровода. Вот вам вся хронология. Для того, чтобы понять, как и почему был взорван Северный поток-2 и кто за этим может стоять, надо ответить на несколько вопросов. Я надеюсь, что вы уже успели подписаться на меня, мне это, конечно, приятно, поставьте еще и лайки, не забудьте про это. Тяжело достаточно в одиночку делать выпуски таких вот программ, таких стримов. Я намеренно не набираю команду, потому что я работаю в одиночку, поэтому я всегда говорю только от себя и за себя. Это мое преимущество, но и проблема. Поэтому подпишитесь на меня, на мой телеграм-канал и на мой ютуб-канал. Итак, нужно ответить на следующие вопросы, которые дадут нам возможность понять, что же там происходило. Я перечислю эти вопросы. Это не все вопросы, это те, которые я выделил основные. Первое. Где записи Центра мониторинга слежения за технической исправностью Северного потока-2, которым руководил господин Гризман? Вот то, о чем я говорил, все это записывалось на жестких дисках в Центре мониторинга в кантоне ЦУК в штаб-квартире Нордстрим-2. Там все это находилось. Второй вопрос. Где записи и прочие различные заметки бортовых журналов о погружении американской лодки МК-29 и МК-59 в указанный период? Я понимаю, это, конечно, военные данные, но тем не менее, вот как-то мне очень хочется узнать. Ну, кто-то где-то отмечал, ну, ведь эти минеры на этой подводной лодке, они под воду спустились, шесть часов их не было, находились они именно в том регионе, который нас интересует, а потом они исчезли. Дайте нам почитать, что это такое, где они были и чем они занимались. Теперь дальше. О том, как можно погружаться и что это такое, это отдельный вопрос, поэтому нужно ответить на вопрос, можно ли было совершить подобный теракт, используя обыкновенное дайверское снаряжение или даже дайверское снаряжение, так называемый кампшвиммер, то есть боевых пловцов. Если это да, то они должны были использовать для этого специальную дыхательную смесь. дыхательная смесь просто так не продается в продуктовых магазинах, не продается в спортивных магазинах, она отпускается только специальными станциями под роспись. Я, как бывший дайвер, сейчас уже ныряю очень, ныряю только в ванную, ну, или зимой в холодное море, в холодную воду. А так, в принципе, очень хорошо знаю, что, по крайней мере, в Германии эту дыхательную смесь получить просто так нельзя. Но где-то же они ее должны были получить. То есть советская прокуратура, утверждая, что это были украинские подводники, должна нам дать справку о том, где они загрузились этими самыми баллонами со специальной дыхательной смесью. Иногда называют ее нитрокс, иногда это другие дыхательные смеси. Это специальные дыхательные смеси, с которыми простой такой легкоплавный дайвер не опустится, а только нужно иметь специальный сертификат. Кстати, у меня такой сертификат есть, когда я уже похвастался. Но, тем не менее, это именно так. Так вот, где эти все наши данные? Еще один вопрос. Есть ли сведения о том, была ли на борту Андромеды барокамера? О том, можно ли и как спускаться под воду, мы поговорим. Но при подъеме с такой глубины, если говорить о том, что они поднимались без так называемых остановок безопасности, должна быть барокамера. Иначе они все должны быть уже мертвы. В течение короткого времени они бы умерли от закипания азота в их крови. Важнейший вопрос, поскольку прокуратура говорит о том, что были найдены следы взрывчатки, взрывчатка это не колбаса, это не кусок хлеба. И найти следы, где была произведена взрывчатка, куда она потом пошла и откуда она была сворована или где ее купили, можно и нужно. Где эти следы? Где была куплена или украдена взрывчатка? Дайте ее точную спецификацию и название. Ну и дальнейшее, допустим, если мы представим, что эти диверсанты да, были, то тогда вопрос. Но исчезнуть они, может быть, потом и исчезли, как нам пытаются в очередной раз, скажу это слово, в тюхале. А оборудование их где? Где дыхательные аппараты? Где лебедки? Где баллоны? Куда они их сдавали? Где они их выбросили? Ну, знаете, есть такое старое у следаков, я не следак, это нужно у следователей спросить, но из фильмов знаю. «Нет тела, нет дела». Маленькая пауза. Итак, продолжаем наш увлекательный вечер сегодня. Поговорим теперь о том, кем должны, какими пловцами, какими подводными пловцами должны были быть специалисты украинских военно-морских сил, или я уже не знаю кого, о которых нам рассказывают, для того, чтобы спуститься под воду. Ну, наверное, будут эксперты, которые будут смотреть эту программу и найдут в моих словах какие-то ошибки, несоответствия. Тут заранее прошу прощения. Я все-таки дайвер-любитель, я не военный дайвер, не дайвер и я не следователь. Я высказываю свою версию. Так вот, версия моя звучит таким образом. Если представить себе, что на яхте, длина которой составляет около 12 метров, ну, те, кто видел эту яхту, то убедятся, в общем-то, что эта яхта, конечно, на ней можно выйти, наверное, в море и где-то броситься с аквалангом спиной вниз и опуститься на какое-то количество метров. Но глубина 80 метров – это даже уже не техническое подводное плавание. Все прекрасно знают, что любительский дайвер – это граница 20 метров, ниже опускаться уже нельзя. Для того, чтобы путиста на глубину 40 метров, такие разрешения тоже даются лицензии. А любителям для этого нужно пройти специальное обучение, уметь использовать специальную техническую смесь. Погружение глубже, погружение больше 40 метров. На это могут только инструкторы высокого класса, военные пловцы, минеры специально обученные, которые умеют это делать. Что для этого требуется? Для того, чтобы понять, как это все произвести. Первое – нужно иметь специальную дыхательную смесь. Второе – нужно понимать, что этой дыхательной смеси должно хватить на то, чтобы опуститься на дно, совершить там определенные работы и потом подняться на поверхность. Опуститься можно быстро, можно нацепить на себя достаточное количество грузов, и если у человека хорошая физическая подготовка, он может достаточно быстро, и он уже внизу. Дальше он опускается вниз, а дальше он должен произвести какие-то технические работы. После этого он должен подняться вверх. И вот здесь возникает первый вопрос. Подняться с большой глубины на поверхность не так просто. Для этого требуется на каждом определенном отрезке делать специальные остановки, чтобы выравнивать давление. Иначе, если этого не производить, все хорошо знают, что такое кессонная болезнь, в крови человека растворяется азот, он просто закипает. И если не совершать эти остановки, и человек поднимается на поверхность быстро, то он может подняться либо уже мертвым, либо в течение короткого времени он может умереть в страшных мучениях. Есть возможности, когда хорошо обученные пловцы могут делать очень короткие какие-то остановки, быстро подняться наверх, их тут же засовывают в барокамеру, меняют давление и таким образом спасают им жизнь. Для этого на Андромеде должна быть барокамера. Насколько я знаю, такой барокамеры на Андромеде не было. Второе. Для того, чтобы спуститься вниз с определенным количеством груза, нужно определенное количество дыхательной смеси. Представим себе, что они быстро опустились вниз, и для этого им понадобилось 10 минут, допустим. Теперь вот эти трубы, которые диаметром больше одного метра и над которыми расположены еще мантии из бетона, если бы они заложили взрывчатку, допустим, я говорю о ней, потому что я пока использую эту версию, заложили взрывчатку непосредственно на трубу, и там не было этой мантии, то им бы потребовалось порядка 50, от 50 до 100 килограмм специальной взрывчатой смеси, которая действительно есть боевая такая смесь, которая так называемые пальчиковые заряды, которые, кстати, изобретены и используются в Германии, они могли бы разорвать эту трубу. Однако, насколько мы знаем, никто не снимал это бетонное покрытие. Если бы они туда спустились с отбойными молотками и, сидя под водой, стучали бы отбойными молотками по трубе и снимали бы оттуда эту мантию, я думаю, что кто-нибудь наверняка услышал. Может быть, какой-нибудь датчанин, который принимал в это время ванну у себя в саду, услышал бы стук отбойного молотка. Может быть, даже сидя в Берлине, я бы услышал, и тогда бы на это обратили внимание. Будем исходить из того, что никто эту мантию не снимал, что взрывчатка была заложена непосредственно на трубу. Тогда мы никак не можем исходить из того, что этой взрывчатки было 50 килограмм. Ну, тот же Ральф Босхарт, о котором я вам говорил, он предполагает, что для того, чтобы взорвать подобного рода трубу, а их там было несколько этих труб, с обыкновенной смесью, даже боевой смесью, не снимая вот этой бетонной окантовки, этого бетонного пояса, потребовалось бы несколько тонн подобной взрывчатки. Но, допустим, они использовали специальную взрывчатку, которая позволяет уменьшить общее количество взрывчатого вещества для произведения аналогичного или более мощного взрыва. Кстати, подобные разработки велись в свое время в Украине, в том числе в 2018 и в 2019 годах. То есть, теоретически у них такие разработки велись, такое взрывчатое вещество, я предполагаю, имеется на Украине. Они могли бы это сделать. Но и в этом случае общий объем или общий вес такой взрывчатки должен был бы составить порядка полутонны, 500 килограмм. Представим себе теперь яхту Андромеда. Понятно, что на поверхности, на яхте должен был остаться кто-то для контроля, может быть, даже двое. Ну, допустим, один. Если их было там 6 человек, значит, пятеро должны были отпуститься под воду. Теперь представим себе, что, допустим, у них было 500 килограмм взрывчатки. Они должны были каждый погрузить на себя по 100 килограмм взрывчатки и определенное количество баллонов смеси. Для того, чтобы спуститься вниз и сделать потом подъем вверх, безопасный подъем вверх с таким количеством взрывчатки, сделать это за 30 минут, то есть приблизительно то время, на которое хватает запаса дыхательной смеси при спуске на такую глубину от 30 до 45 минут, ну, допустим, до часа, им бы не хватило. То есть им нужно было бы каждому для себя иметь по 4 баллона смеси, как минимум. Они должны были на определенной глубине закрепить на тросах, это подводники и дайверы это знают, закрепить эти баллоны для того, чтобы поднявшись, заполнительные страховые баллоны, поднявшись с определенной глубины, можно было переключиться на этот баллон и использовать его, посидеть там какое-то время, уравнять давление, после этого делать подъем дальше. Значит, теперь представим себе, 6 человек должны были спустить подводы 500 килограмм взрывчатки, на каждого по 4 баллона, на 6, это 25 баллонов, они должны были туда спуститься не только взрывчаткой с баллонами, но и с специальными радиомаячками, потому что понятно, что взрыв был произведен дистанционно, а не сразу же. Значит, для того, чтобы это сделать, подняться, опуститься и все это осуществить, на это нужно порядка, ну минимум 5-6 часов. Это, кстати, то самое время, на которое исчезли вот те самые американские минеры, о которых я до этого рассказывал. 6 часов вполне укладывается, правда, на подлодке они могли бы это сделать и быстрее. Но представить себе, что украинские пловцы даже самые хорошие, я вообще не хочу говорить, плохие они или какие, но даже самые хорошие пловцы, не украинские, а американские, допустим, или немецкие, немцы считаются лучшие в этом плане. Первыми морскими котиками были вообще-то итальянцы, потом их у себя использовал адмирал Канарис, и вот начиная со Второй мировой войны немцы очень далеко продвинулись в этом направлении, они умеют это делать. Так вот, их даже специалисты немецкие говорят о том, что меньше чем за 5 или за 6 часов провести такую операцию невозможно. Поэтому делаем первый и важный такой вывод. Технически представить себе яхту, на которой было погружено 500 килограмм взрывчатого вещества, 25, а то и больше баллонов, кран, с которого можно было это оборудование опустить вниз, радиотехническое оборудование, которое нужно было установить и потом проверить и заложить. Технически это возможно, практически реализовать это невозможно. То есть это можно реализовать только в том смысле, если представить себе, что вокруг никого не будет, рядом будут находиться вспомогательные корабли, помощники, кто-то будет это контролировать, кто-то будет это прикрывать, и как-то будет это дело происходить, в общем-то, совсем по-другому. Так что для начала, скажем так, версия о том, что это были украинские пловцы, и вот они были такие мощные и умные, и смогли вот опуститься, заложить там по 5 килограмм смеси и взорвать Северный поток-2, это, по-русски говоря, лажа. Это нереально и это невозможно. Ну, если когда-нибудь окажется, что я был неправ, ну что ж, тогда я буду неправ. Но сегодня я... Я, например, еще не устал, поэтому могу продолжать дальше. Итак, идем дальше. У меня тут много разных вопросов отмечено, все мы не успеем за час осветить, но пойдем по другому пути. Итак, вернемся к этой самой лодке Соединенных Штатов Америки, которая, подводной тех учений, спущена под воду. Там было 6 человек, которые затем исчезли куда-то на 6 часов. Так вот, подобного рода лодки, подобного рода мини-лодки производятся и разрабатываются на военно-морской базе Соединенных Штатов Америки во Флориде. Там достаточно давно ведутся работы по созданию специальных подводных лодок, которые способны на очень многое. Эти подводные лодки могут нести по несколько тонн, нет, не тонн, наверное, по несколько сот килограмм различного взрывчатого вещества. Тонн, это я, конечно, ошибся. Туда экипаж может состоять из нескольких человек. Говорят, от 2 до 8 человек может состоять экипаж. Конечно, там они набиваются, как шпроты в банку, но это уже дело другое. Они военные, это их задача терпеть. И вот эти подводные лодки именно предназначены для того, чтобы совершать различного рода диверсии. Людей специально для этого готовят. И первое использование таких лодок было в Ираке. Когда начиналась война, известная война в Ираке, в Соединенных Штатах Америки использовали первую такую лодку для того, чтобы инспицировать одну из нефтяных платформ, которую использовали, использовал тогда Саддам Хусейн и Ирак. И им удалось совершенно незаметно использовать эту подводную лодку, которую спустили с большого корабля, американского корабля, находившегося неподалеку. Им удалось на этой лодке полностью выявить различные военные форпосты, выставленные иракским режимом тогда. И это им во многом помогло затем провести их военную операцию. Так что использование этих лодок достаточно известно. Подобные лодки и разрабатывались, и есть и в Германии. Я предполагаю, что и другие страны достаточно далеко продвинулись в этом вопросе. Поэтому использование подобного рода подводной лодки в этой диверсии вполне вероятно. Если мы будем исходить из той версии, о которой в свое время сказал Семьо Херш, я тоже придерживаюсь этой же версии, что взрывчатка была заложена как раз во время этих маневров Балтруб-22, а именно тогда под воду опустилась эта подводная лодка, то тогда все выглядит очень логично. Гигантское количество кораблей, все контролируется, все просматривается, все вокруг видно. Спускается маленькая подводная лодка, может быть даже не один раз, которая закладывает эту взрывчатку на трубах Северного потока-2. Там стоят определенные электронные приспособления, которые можно дистанционно привести в действие в любой момент. Собственно говоря, нельзя исключить, что эта версия звучала именно таким образом. Более того, все последующее развитие говорит или заставляет задуматься о том, не эти ли закладки и не это ли приготовление к взрыву заставила Петера Гризимана совершить свой полет на самолете Cessna. И тут мы переходим к Петеру Гризиману. Петер Гризиман – это владелец, основатель и руководитель одной из самых известных инженеринговых фирм Петер Гризиман Групп в Германии, которая занимается самыми различными вопросами, в том числе техническим обслуживанием различных нефтяных станций, газонасосных станций, газопроводов и прочее, прочее. Они были уполномочены, у них был контракт с Северным потоком Nord Stream 2, был контракт о том, что они проводят там технический осмотр. У меня нет никаких оснований сомневаться в том, что Петер Гризиман был честным и порядочным человеком, я его лично не знал, я только читал, что он был очень общительным, веселым, принимал участие в карнавалах, был таким общественным человеком. Я могу представить себе, что это был человек, который занимался своим делом, зарабатывал какие-то деньги, был рад тому, что ему дали это поручение и по всей вероятности он уж точно не принимал бы участие в какой-то диверсии, которая сломала бы его большой бизнес. Представьте себе, обслуживание ветки, нескольких веток Северного потока 2 – это очень большие деньги, поэтому его инспекция, мониторинг в кантоне ЦУК, в штаб-квартире Nord Stream 2, и вдруг, это моя версия очередная, Петер Гризиман узнает, откуда и как узнает, это дело уже следствие. Я этого не знаю, не буду выдумывать, что я читал его переписку, ничего я не читал, я просто сопоставляю факты и я выстраиваю логическую цепочку, позволяя провести линию между определенными датами, когда были какие-то события, нам хорошо известны. Первые даты – это маневры, которые были в июне этого же года. Вторая дата – это гибель как раз 4 сентября, это гибель Петера Гризимана. Петер Гризиман узнает о том, что Северный поток 2 должны взорвать. Ну что это означает? Это означает, что весь его бизнес в один момент вместе с газом, он просто исчезает. Что делает в таком случае человек? Он пытается, человек, который заботится о своем бизнесе, ну и заботится о своем реноме, конечно, он должен пытаться естественно понять, это правда или, может быть, это какие-то сплетни. А я не исключаю, что он это узнал именно в виде каких-то сплетен и не было никакой точной информации. Он отдыхает со своей семьей в Испании. Вместе с ними его супруга, с которой они прожили много лет, его дочь и ее парень, с которым они тоже вместе отдыхали с родителями. И вот они вылетают из Испании, из того места, куда они летели и должны лететь в Германию, приземлиться в аэропорту Бонн-Кёльн или Кёльн-Бонн, называйте как хотите. На самолете Cessna, это маленький самолет, там буквально нескольких человек, они взлетают над Испанией. И вдруг в какой-то момент связь с ними прерывается. Испанцы говорят, у нас исчезает связь. И они в это время пересекают границу Испании и Франции. Франция говорит, мы перенимаем. Вот эти данные как раз известны, они публиковались. Мы перенимаем. Франция перенимает этот самолет, который продолжает на большой высоте, там порядка, если у меня память не изменяет, 9 тысяч метров, продолжает этот самолет, свой полет. Но только у него отключены все средства связи, он не реагирует на голос диспетчера, он не дает никаких ответов. И тогда в воздух поднимаются французские миражи. И французские, может там у них по-другому называется их истребители, не знаю, поднимаются два самолета, которые поднимаются до этой Cessna и видят, что в самолете, по их данным, как они говорят, ничего не видно. То есть они ничего не могут понять. Самолет продолжает лететь. Возникает вопрос, может быть это террор-акт какой-то, может быть самолет что-то несет, куда-то хочет врезаться. В это время самолет пересекает территорию Германии и воздух поднимается Еврофайтеры, это немецкие самолеты, немецкого Люфтваффе, которые поднимаются вверх, они летят буквально рядом с этим самолетом, передают на землю все спокойно, никаких данных о том, что самолет собирается совершить самоубийство. Нет, и самолет летит дальше, но только он не летит в Кёльнбон, он не летит туда, как он должен был лететь. Самолет, который вроде бы никем уже не управляется, в котором находятся опытные люди, в котором находятся опытные пилоты, два пилота, дочь Гризимана и сам Петер Гризиман, и вдруг он берет курс на Балтику. И не просто берет курс на Балтику, он идет точно тем курсом, который совпадает с проложенными линиями газопровода «Северный поток-2». Он летит фактически над этой самой линией. Ну, задается вопрос, допустим, он подозревал, а что он хотел там увидеть? Я не знаю. Может быть, он хотел, может быть, у него на борту были специальные средства, которые позволили бы зафиксировать какие-то сигналы маячка, если он это знал. Может быть, он хотел убедиться в том, что там нету каких-то военно-морских средств, и он думал, что он их увидит. Это трудно себе представить. Может быть, это был демонстрационный полет, которым он показывал тем, кто задумал этот теракт. Смотрите, я лечу здесь, я отвечаю за «Северный поток-2». Я пролетаю всю эту линию, и я потом или сейчас, я расскажу о том, что вы собираетесь там сделать. Ну, дальше он перелетает территорию Германии, оказывается у берегов Польши, летит дальше до Балтики, его все время сопровождают самолеты, потом уже датский самолет, датский F-16 его сопровождал. И вот где-то там уже у прибалтийских берегов вдруг на каком-то определенном этапе летчики докладывают, мы никого не видим в самолете. Самолет начинает делать какие-то петли, входит в штопор и падает в море. Все погибают. И теперь самый важный вопрос. Ничего от этого самолета не было найдено. Там не такие глубины, чтобы нельзя было найти остатки самолета или останки людей, которые там находятся. Но ничего не было найдено. Петер Гризиман погиб, и вместе с его гибелью исчез тот человек, который мог предъявить претензии, финансовые большие претензии за гибель Северного потока-2, который мог раскрыть всю эту операцию, но про это умалчивает. Про это несколько раз заговорили, кто-то что-то сказал, но старается ничего дальше не раскручивать. Но Петер Гризиман погиб, и это тот человек, который осуществлял мониторинг. Я хочу напомнить, что после этого мониторинга в центральном штабе, который находится в кантоне ЦУК, должны сохраниться жесткие диски. Это все записывалось. Должны сохраниться жесткие диски мониторинга. То есть если были какие-то манипуляции на Северном потоке-2, если были какие-то действия, которые, возможно, Петер Гризиман и увидел на этом мониторинге, они должны были сохраниться. Вы зададите мне вопрос, на Северный поток-2, Нордстрим-2, это же части российского, да, но только не эта штаб-квартира. Эта штаб-квартира фактически оказалась арестованной после всех этих событий, или практически одновременно с этими событиями. И те специалисты из России или от российской стороны, которые там находились, были выкинуты из этой штаб-квартиры. Туда никого не пускали, и попасть туда невозможно. И я почти уверен, если эти записи и были, то их теперь уже точно нет. Потому что никто, конечно, следов оставлять не любит. Ну, а морская вода, она, конечно, поглощает все следы. Маленькая пауза. Знаете, у меня есть мой очень близкий друг и очень известный человек, порядочный. Таких политиков сейчас осталось не так уже много в Германии, Вилли Виммер. Он в свое время был заместителем министра обороны при Гельмуте Коле, и потом работал на различных других должностях. Многолетний был депутат немецкого парламента Бодестага, который очень переживает за то, что Германия втягивается в эту войну против России и втягивается все больше и больше. И вот он совсем недавно написал письмо, которое называется «Письмо моему русскому другу». И он пишет с горечью, что мы наблюдаем в последнее время, как немецкие танки опять оказываются на русской земле, как нас все больше и больше втягивает в эту войну, забывая про то, что именно мы, эти две страны, которые были врагами, нашли возможность когда-то помириться, Германия была объединена в основном по желанию и при помощи России. Какие последствия это дала России, это другое дело. Но Виммер пишет, что насколько это должно быть больно и непонятно смотреть сегодня на то, что происходит. Но эти слова, ведь они связаны в основном, что мы прекрасно понимаем, что провести подобную операцию на Северном потоке-2 без поддержки, в том числе физической, моральной, ментальной, технологической, электронной поддержке Соединенных Штатов Америки и, вероятно, нескольких других стран было бы совершенно невозможно. И вот здесь у нас опять возникает вопрос, а что же делал самолет-разведчик, о котором мы до этого говорили, «Посейдон». Напомню, что этот самолет-разведчик вылетел из Франкфурта, где он базировался на одной из военных, неподалеку на одной из военных баз Соединенных Штатов Америки и в Германии. Он вылетел из Франкфурта, летел куда-то, летел, летел, летел. А потом он вдруг оказался над Балтикой. И оказался над Балтикой, он летит в сторону Польши. И приблизительно уже у самых берегов Польши он в воздухе заправляется от одного из заправщиков, что дает ему возможность продолжить полет дальше. Он разворачивается и летит вдоль линии, вдоль нитки Северного потока-2. Подлетая к острову Борнхольм, это именно там, где произошли взрывы неподалеку от этого острова, он отключает свой транспортер и улетает дальше. Что делал самолет-разведчик Соединенных Штатов Америки в это время и почему он отключил транспортер? А было это, напомню, фактически за несколько часов до того, как произошли эти взрывы. У меня версия одна. В Соединенные Штаты Америки не нужно открывать против меня уголовное дело, но я предполагаю, что самолет, который пролетал над Северным потоком-2, привел в действие какие-то электронные взрыватели, которые, вероятно, нужно было произвести, может быть, не с расстояния в тысячи километров, а как раз пролетая на небольшой высоте над этим самым местом. Произведена была активация, и в результате активации этих самых взрывателей были произведены взрывы с разницей в несколько часов. И это версия. Я, опять-таки, никого не обвиняю. Мне хотелось бы понять, зачем там летел этот самолет, что он там делал, но предполагаю, что это было именно так. Этот вопрос остался неотвеченным. А зачем же нам вопрос или зачем же нам тогда украинские пловцы? Ну, про эту фирму, феерия Львова, которая арендовала эту самую Андромеду, и про этих пловцов, честно говоря, уже столько было всеми написано и рассказано, но у меня нет абсолютно никакого интереса об этом говорить снова. Я не считаю их, ну, если, может быть, они частичные были исполнители, то только в том плане, что, знаете, это была такая операция под чужим флагом. Ну, вот выпустили этих несчастных для того, чтобы прикрыть самую вот эту часть большой операцией, которая, конечно же, была проведена при участии нескольких государств. Это, кстати, говорю не я. Это сказал совсем недавно в интервью господин Ханинг. Это руководитель немецкой службы разведки, БНД. Так вот, господин Ханинг, когда у него спросили, верите ли вы в то, что украинские пловцы могли это дело совершить, посмотрите на его лицо, посмотрите на его реакцию, он говорит, ну, нет, конечно, мы говорим, что такого плана операции могли провести только штаты. Он имеет в виду не американские штаты, в немецком языке это имеет немножко другое значение, это имеет значение страны или государства. То есть он абсолютно открытым текстом сказал, это могло быть только так. Это операция Дуды и Зеленского, это тоже его слова. И вот здесь я прихожу, наверное, к тому, что вы хотели от меня услышать. Зеленский давал приказ на взрыв северных потоков-2 или не давал? И вообще, какова его роль, роль заложного? Ну, заложному я уже рекомендовал. Это тот человек, который может в самое ближайшее время внезапно заболеть быстро текущим онкологическим заболеванием и все. Поэтому на него просто пытаются сейчас перевести. Он совсем не ангел, но вот нашли такого человека. Конечно же, Зеленский об этом знал. Подобного рода операции, в которых должны были участвовать многие страны и государства, невозможно было провести, не проведя предварительных, хотя бы поверхностных консультаций. Зеленский должен был об этом знать. И Зеленский должен был не то, чтобы дать на это добро, но кивнуть головой. Он это, несомненно, сделал. Кивнул он потом головой в обратную сторону или нет, не играет никакой роли. Здесь есть целый ряд государств, которые в этом участвовали. Зеленский, как человек, который вообще отвечает за то, что сейчас происходит на Украине, и который, не считаясь ни с чем, тянет Украину в дальнейшие войны. Более того, он тянет теперь и Германию в эту войну. Но очень хочется, чтобы Германия воевала на стороне Украины. Это, конечно, Соединенные Штаты Америки, которые без своей поддержки, без их поддержки, невозможно было бы осуществить подобного рода тяжелую операцию. Это Дания, которая почему-то не дает никаких материалов немецкому следствию, как они говорят. И России тоже не дает. Хотя, напомню, на территории Дании находится крупнейшая американская военная база, где есть все средства слежения, которые все могли бы определить и все могли бы указать и сказать. Это, наконец, Швеция. Там тоже есть такой интересный момент. В ночь, когда произошла эта диверсия, у Швеции внезапно отказал силовой кабель, по которому они подавали электроэнергию из Швеции в Польшу. Так вот, почему-то силовой кабель, который как раз проходил приблизительно, проходит приблизительно там же, где Северный поток-2, он был отключен. Ну, наверное, случайность, я так предполагаю. Не могли же шведы знать, что именно там произойдут взрывы на Северном потоке-2. Это я шучу. Так что, ну и Германия, конечно, которая, как всегда, оказалась, к сожалению, в униженном таком состоянии, потому что не могла Германия не знать, не могла Германия не понимать, что идет борьба фактически за гораздо большие цели, чем Северный поток-2, но Германию использовали как определенную разменную монету. Я сейчас не завидую парням из следственных органов немецкой прокуратуры, которые, я надеюсь, работают честно, потому что ничего вскрыть они не смогут. То, что они вскроют, это будут совершенно поверхностные материалы, которые ни один суд затем не сможет принять в свою работу. Невозможно будет доказать ничьей вины, не доказав происхождение взрывчатки, не доказав наличие оборудования, не объяснив поведение самолета-разведчика, не объяснив, что делали там пловцы с подводной лодки Соединенных Штатов Америки, не объяснив, кто снимал эту лодку и куда ее отдали, куда делать все это оборудование. Это целый конгломерат вопросов, на которые ответа не будет. Если ответ на эти вопросы появится, то не нужно Третьей мировой войны. Ну что, я ответил на все ваши вопросы. Я думаю, я породил еще больше вопросов, чем у вас было до этого. Но я рассказал о Северном потоке то, чего вы точно не знали или почти не знали, и рассказал те версии, которые, конечно же, они более реальны, чем то, что нам пытаются всунуть сейчас западные средства информации. Да, и телеграм-каналы, в том числе и телеграм-каналы достаточно грамотные. Верить нужно тем версиям, за которыми находятся те данные, которые можно перепроверить. Все, что я вам сегодня рассказал, перепроверить можно. Я надеюсь, что вам было интересно, мне было интересно с вами. Подпишитесь на мой телеграм-канал, подпишитесь на мой ютуб-канал, поставьте, конечно, лайки. Я надеюсь, что через неделю мы с вами будем здоровее, умнее и веселее. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok